Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Еще одна победа телеканала «Самары ГИС». Ведущая программы «Обернитесь» Инесса Панченко стала номинантом в фестивале документальных фильмов «Соль земли». Также она была отмечена призом главы городского округа Самара за фильм «Директор». Эпид-обстановка в регионе может привести к усилению антиковидных мер. Медики допускают о возвращении масочного режима в поликлиниках и больницах. В России вступили в силу новые правила обслуживания газового оборудования. Принято решение о приведении его к единому стандарту. Бесплатно, удобно, надежно. В столице региона продолжается реализация проекта «Карта жителя Самарской области». Президент Владимир Путин сегодня проведет расширенное заседание Президиума Госсовета. Оно пройдет в Великом Новгороде и будет посвящено развитию рынка труда в стране на ближайшие годы. Накануне в рамках традиционного семинара совещания прошло широкое обсуждение состояния рынка труда в регионах, совершенствования системы подготовки кадров для экономики. Участие приняли члены федерального правительства, администрации президента и руководители ряда регионов, а также эксперты, представители образовательных и научных организаций, руководители крупных компаний. Интересы Самарской области представлял губернатор, член Президиума Госсовета Дмитрий Азаров. Важно отметить, что на сегодняшний день уровень безработицы в Самарской области достиг исторического минимума. Он составляет 0,5%. Ежегодно создается порядка 10 тысяч рабочих мест. Количество открытых вакансий более чем в 6 раз превышает число соискателей. Это стало возможным благодаря системной работе губернатора и правительства региона по привлечению инвестиций. Только за последние 5 лет открыто 110 новых производств, создано свыше 50 тысяч рабочих мест. Эпидобстановка в регионе может привести к усилению антиковидных мер. В частности, речь идет о возвращении масочного режима. Правда, не для всех. В отдельных регионах России в случае роста заболеваемости поручено вводить масочный режим для медицинского персонала или лечебных учреждений. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов, цитирует помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, одной из информационных агентств. Согласно оперативным данным, за предыдущую неделю, с 11 по 17 сентября, в Самарской области был госпитализирован 31 пациент с диагнозом коронавирус. Всего же за эти дни выявили 308 заболевших и 171 жителей региона за это время выздоровел от COVID-19. На прошлой неделе в Самарской области зарегистрировали 11 730 случаев заражения ОРВИ. Это выше эпидпорога на 37%. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов и боковирусов. Четвертый день в Самаре продолжается подключение отопления. Напомню, что по традиции процесс стартовал с объектов социальной инфраструктуры, куда теплоноситель заводят с 18 сентября, согласно постановлению мэрии города. Процесс подачи отопления в здание соцсферы проходит постепенно и займет порядка недели. Где батареи уже стали теплыми и когда ресурсы начнут подавать в жилые дома, расскажет наша съемочная группа. Больницы, дома ребенка. В этих учреждениях люди находятся практически круглосуточно, поэтому обеспечить комфорт в таких организациях – первоочередная задача во время начала отопительного сезона. Не менее важно в этот период как можно быстрее подключить к теплоисточникам детские сады, а также школы и другие образовательные учреждения. С начала недели в объекты соцсферы постепенно начало поступать тепло. Такая схема по этапной подаче ресурса действует на протяжении нескольких лет. Нам очень приятно, что стало доброй традицией подключение тепла в образовательные учреждения в период перехода от теплого периода на холодный. И сейчас уже в детском саду очень комфортно, тепло, температурный режим соответствует нормам. И уже с начала недели у нас тепло. Температура в групповых помещениях детского сада 24 градуса и 22 градуса в спальне. Здания детского сада готовили с лета, проводили опрессовку. Отопление благополучно подключили, в течение двух дней все отрегулировали. За благовременной подготовки к отопсезону и плавному пуску тепла мэрия и ресурсоснабжающие организации уделяют повышенное внимание. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включать отопление в соцсфере, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пятидневки. Даже если днем на улице тепло, ночью приходит похолодание и дома постепенно остывают. Мы констатируем, что те категорийные объекты социальной сферы этой больницы на сегодняшний день подключены 40%. По второй категории подключены менее, порядка около 25%. В среднем подключена сегодня социальная сфера порядка 30%. И эта работа продолжается с учетом погодного фактора. Но право реализовали, как я сегодня сказал, 40%. Постепенно тепло подадут в остальные здания системы здравоохранения, школы и другие образовательные учреждения, спортивные и культурные организации. Работу по подаче теплоносителя для соцсферы первый вице-мэр Владимир Василенко поручил завершить к концу этой недели. А уже с понедельника, 25 сентября, отопление начнут включать в жилых домах Самары. Процесс этот не одномоментный, ведь жилой фонд насчитывает больше 10 тысяч зданий. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. В связи со строительством метрополитена в Самаре с 5 утра 25 сентября 2023 года до 12 ночи 30 сентября 2024 года ограничат движение транспорта на участке улицы Самарской в районе Ярмарочной. В указанный период автобусы маршрутов номер 2, 23, 41, 46, 47 и 50 будут ходить по скорректированной схеме. С ней подробно можно ознакомиться в приложениях. Администрация Самары просит горожан с пониманием отнестись к необходимости производства работ в рамках следующего этапа строительства станции метротеатральная и заблаговременно планировать свои поездки. В России вступили в силу новые правила обслуживания газового оборудования, напоминает Государственная жилищная инспекция Самарской области. На федеральном уровне привели систему к единому стандарту. Теперь обязательство по обслуживанию приборов не только во всем доме, но и в каждой квартире должна взять на себя ресурсоснабжающая организация. Изначально такая практика не вводилась в обязательном порядке и долгое время оставалась добровольной. Но изменения предписывают собственникам квартир неукоснительное заключение дополнительных договоров с газораспределительной организацией. Если за домом и имуществом следит управляющая компания, ТСЖ или кооператив, необходимые правки в договор управления будут вноситься на общем собрании. Если управляют домом жильцы, то выбирается ответственный житель, которому делегируют заключение договора от лица всех собственников. Газ в квартиры будут подавать только при наличии договора, в противном случае ресурсоснабжающая организация имеет право отключить подачу голубого топлива. Бесплатно, удобно, надежно. В Самаре продолжается реализация проекта «Карта жителя Самарской области». В 2024 году на территории региона перестанут работать социальные карты, которыми пользуются льготные категории граждан. До конца текущего года всем обладателям таких карт необходимо поменять их на новые «Карты жителя Самарской области» с расширенным функционалом. О том, где их оформить и какие преимущества появятся у держателя, расскажем в сюжете. Людмила Белова хоть и на пенсии, однако старается идти в ногу со временем. Про карту жителя Самарской области узнала недавно, когда смотрела выпуск новостей. Решила оформить. Женщина говорит, пользоваться – одно удовольствие, особенно в общественном транспорте. «Мы как пенсионеры 270 рублей кладем, и у нас 90 поездок идет на месяц. Поэтому используешь, не используешь – удобно очень». А Галина Сенькина оценила преимущество карты, когда пошла в поликлинику. Рассказывает, не нужно носить с собой бумажную версию полиса обязательного медицинского страхования. Достаточно показать пластик в регистратуре. «Вот пришла первый раз попробовать, дала карточку и все. И бумажную носить не надо, и, конечно, это удобно. Трется бумажную, рвется». Карта жителя Самарской области выпускается на базе карты МИР. Заказать и получить ее просто. Можно обратиться в отделение банка или подать заявку онлайн, а также оставить заявление в МФЦ. Для оформления понадобится паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Карту изготовят в течение двух недель. Эксперты говорят, если еще не оформили, нужно поторопиться. С января этого года в регионы больше не выпускаются социальные, небанковские транспортные карты. И весь функционал перенесен на карту жителя. Поэтому напоминаю, что до конца года, до 31 декабря, необходимо заменить вашу социальную, небанковскую транспортную карту на карту жителя. Весь функционал будет автоматически перенесен. Уже сентябрь на дворе, времени осталось не так много. Держатель карты жителя может рассчитывать на скидки в местных магазинах, аптеках, учреждениях культуры и спорта, а также участвовать в программах лояльности компаний-партнеров. И это далеко не все преимущества. Со временем их список будет только расти. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В кинотеатре «Художественные» прошла церемония закрытия 16-го международного фестиваля «Соль земли». В этом году объединились сценаристы, операторы и режиссеры не только из России, но и других стран. Зрители увидели новые фирмы, пообщались с именитыми актерами. С церемонией награждения репортаж Светланы Тимофеевой. Телеканал «Самара ГИС». Город Самара. Приглашаем на сцену. Высокую награду международного кинофестиваля «Соль земли» приз главы городского округа Самара получил телеканал «Самара ГИС». Победу завоевал фильм «Директор» из цикла передач проекта «Обернитесь» телеканала «Самара ГИС», автором которого является ведущая Инесса Панченко. Главный герой документальной ленты – директор одной из самарских школ Сергей Цыганков. Афганец, учитель, брат милосердия. Герой нашего фильма – это удивительный человек. Вот пройдешь мимо, не обернешься. Но если все-таки обернешься, получишь большой подарок. Потому что это такой пример, это такая мотивация, мне кажется, для каждого человека, который пережил действительно тяжелейшую ситуацию жизненную, который переосмыслил многое. Международный кинофестиваль «Соль земли» собирает в себе самые лучшие традиции и Самарской, и Куйбышевской школ кинодокументалистики. В этом фестивале продолжается традиция самарского кино. Это во главе угла, конечно, человек труда, человек созидатель, человек, который протягивает руку помощи, либо после какой-то перенесенной жизненной трагедии находит в себе сила восстановиться и творить добро. В этом году на суд отборочной комиссии были представлены более 500 киноработ. В конкурсную программу вошли 70 документальных фильмов. Поставили высокую планку, и слава богу, мы ее сдержали, выполнили. Дело в том, что насыщенная очень была программа. Залы были переполнены, все три залы кинотеатра художественные. Это был постоянный поток молодых людей, которые оставляли очень хорошие потом впечатления свои. В этом году 16-й международный фестиваль «Соль земли» объединил сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Домашний, теплый, самарский фестиваль. И после Сибири особенно приятно оказаться опять в теплую погоду, в теплой дружеской атмосфере, где наряду. И с мастерами, которых некоторых уже знаю, очень много молодых, талантливых ребят. Самарцы и гости областного центра смогут посмотреть все фильмы победителя в пятницу 22 сентября в кинотеатре художественной. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах. ФСБ предупредило о проведении учений в аэропорту Курумыч. Силовики будут отрабатывать поиск и поимку условных членов диверсионно-террористических групп на объекте воздушного транспорта. Антитеррористические учения пройдут в Самаре, а также Красноярском и Волжском районах. Глава Самарской Росгвардии Александр Исауленко подал рапорт об увольнении. Документы на его освобождение от должности уже направлены в администрацию президента. Напомним, Александру Исауленко 58 лет. Он родом из Краснодара. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал карьеру с должности дежурного пункта централизованной охраны УВО при УВД Прикубанского округа Краснодара. В 2008 году занял пост начальника УВО при ГУВД по Краснодарскому краю. Должность руководителя Самарской Росгвардии он занимал с октября 2017 года. Очередной жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Самары. Она лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области. В конце июня 76-летняя жительница областного центра решила приобрести пряжу на сайте для рукоделия. Оформила заявку на доставку товара. Спустя сутки в мессенджер к ней постучался неизвестный и оповестил об успешном заполнении заявки. Пользуясь случаем, он рассказал ей о возможности выгодного инвестирования на электронной бирже. Заинтригованная женщина по инструкции внесла более 50 тысяч рублей якобы за покупку акций. В течение трех месяцев она по указанию незнакомца вкладывала по несколько тысяч в ценные бумаги. Чтобы не отвлекать пенсионерку от домашних забот, мужчина предложил вести дела за нее и попросил продиктовать коды из СМС, которые позволят ему проделывать операции самостоятельно. Получив эти данные, аферист списал с ее счета более миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Профессия HR-специалиста сейчас оказалась самой востребованной. Профильные специалисты сравнили статистику за год. На сайте по поиску работы за август выложено более 26 тысяч вакансий в сфере менеджмента. На данный момент показатели оказались выше на 92%, чем в начале осени прошлого года. В регионе динамика на устройство на работу HR-специалиста выросла на 122%, а зарплата начала превышать 42 тысячи рублей. Судя по статистике заработной платы, сотрудники стали получать почти на 8 тысяч рублей больше. При этом средний показатель по стране более 55 тысяч рублей, сообщает сайт по поиску работы. При администрации Самары работает телефон антинаркотической горячей линии Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Номер указан на экране. Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах незаконного культивирования, использования жилых и нежилых помещений для употребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом. В Самарской области госавтоинспекторы следят за дорожным движением с помощью квадрокоптеров. В Волжском районе на аварийно-опасном участке автодороги Самара-Волгоград выявляли и пресекали административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. На беспилотный летательный аппарат устанавливают видеокамеру высокого разрешения, позволяющую контролировать участок автотрассы в 3-4 километра. Обзор камеры на квадрокоптере составляет 360 градусов. Номер машины можно увидеть со значительного расстояния как днем, так и ночью. В случае фиксации нарушения ПДД беспилотникам, вся фото и видеоинформация передается ближайшему экипажу ДПС, который и останавливает водителя-нарушителя для дальнейшего составления административного материала. За время проведения рейдов выявлены нарушения, в частности, связанные с выездом на встречку. Четыре водителя привлечены к ответственности, им выписаны штрафы в размере 5000 рублей. Профилактику планируют вести на наиболее аварийно-опасных участках автодорог по всей Самарской области. Предупрежден, значит вооружен. Ученикам младших классов 83-й Самарской школы рассказали, как правильно вести себя на дороге. Общение с сотрудниками госавтоинспекции прошло в интерактивной форме. Сначала школьникам показывали обучающие видео, а потом в формате квест-викторины ученики отвечали на вопросы представителей ГИБДД. Как простые правила помогут сохранить здоровье и жизнь, расскажет наша съемочная группа. Дорога от дома до школы может быть опасной, если вблизи находится проезжая часть. Эту простую истину ученики младших классов усвоили уже давно. Но повторение – мать учения, говорят сотрудники госавтоинспекции. Осень – это время, когда школьники возвращаются за парты. Отличная возможность освежить знания правил дорожного движения. И нет ничего лучше, чем делать это в понятной для детей форме – игровой. Опытные инспекторы это хорошо понимают. После уроков для учеников младших классов 83-й школы сотрудники ГИБДД приготовили обучающую викторину. Школа не первая, и мероприятие, как я говорил, проходит уже не первый год. Хочется отметить, что дети с интересом слушают инспекторов, принимают участие, занятия всем нравятся и довольно-таки все это весело проходит. Во время урока безопасности ребятам рассказывают о том, как правильно переходить дорогу, что означают разные сигналы и знаки, а также чем отличаются пешеходные и автомобильные светофоры. Все это в формате викторины. Сначала школьникам показывают обучающие фильмы в ставшем привычном формате видеоблога. Затем инспекторы проверяют, как ребята усвоили информацию и проводят небольшой опрос. Урок проходит в рамках общероссийской акции «Неделя безопасности дорожного движения». Детям это очень нравится. С большой активностью они принимают участие в различных конкурсах и даже привлекаем родителей нашего класса. Родители нашего класса нам тоже помогают в изготовлении различных памятков. Также около школы у нас есть родительский патруль, где родители выходят и контролируют, как дети переходят дорогу. За 8 месяцев текущего года в Самаре зарегистрировано 99 ДТП с участием детей. И хотя ситуация под контролем, профилактика происшествий на дороге просто необходима, отмечают инспекторы. Важные уроки по безопасности продолжатся и в будущем, не только в рамках акции, но и во время других событий. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Содружество библиотек. В Самаре стартовал третий межрегиональный форум «Регион 63. Территория свободного диалога». На одной площадке собрались ведущие специалисты библиотечного дела из России и ближнего зарубежья. Также приехали специальные гости – поэты и писатели. Ксения Баканова подробнее. Поэты Владислав Маленко и Роман Сорокин за чашечкой чая обсуждают нюансы предстоящего выступления. Сегодня они будут читать стихи. Рассказывают – поэзия всегда повод для размышлений. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Эти давно ушедшие в народ стройки принадлежат выдающемуся отечественному поэту и прозаику Вадиму Шефнеру. Хочется вызвать эмоции у слушателей – рассказывают поэты. Искренние и живые. Зазвучат и мои русские маяки, и ржев, и лирика, и басни, которые столь популярны среди молодежи. Кто должен делать поэт? Волновать, утешать, радовать, увлекать, лечить и зажигать. Сейчас же неудивительно, что современная поэзия живет в соцсетях, и там, естественно, люди комментируют, общаются. И вот нашему другу, поэту замечательному, Саше Антипову, даже так однажды написали хорошие стихи. Я даже подумала, что вы умер. И это, в общем, наверное, звучит как признание. Но вот благодаря библиотекам, которые нас приглашают выступать, люди начинают узнавать, что все-таки есть живые поэты, к которым тоже можно прислушиваться уже при жизни. В Самаре стартовал третий межрегиональный форум «Регион 63. Территория свободного диалога». Его инициатором выступила Самарская областная библиотека для молодежи. В этом году учреждения культуры празднуют свое 50-летие. На одной площадке собрались ведущие специалисты библиотечного дела, а также особые гости. У нас потрясающие спикеры, которые приехали к нам из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других регионов. И среди них самые главные и самые желанные – это наши поэты современные, которые поют действительность, которые рассказывают о том, что сегодня происходит в мире языком своей поэзии. Многие коллеги нас поддерживают, считают это, наверное, самым эффективным инструментом разговора с молодежью. Программа форума обширная. Для участников проходят лекции, практические занятия и творческие мастер-классы. Этот форум профессиональный такой, наверное, поможет сегодня обменяться между коллегами какими-то яркими событиями, своими новыми проектами, поговорить немножко о проблемах, которые существуют в отрасли. Но самое главное – выстроить какие-то новые замечательные коммуникации. Библиотека для молодежи уже много лет выступает экспериментальной площадкой для внедрения новых культурных практик. К ней можно отнести волонтерство, инклюзивные творческие лаборатории и патриотическое воспитание. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы, можно по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцзащиты сообщает о том, какие выплаты и услуги, предоставляемые соцзащитой, можно оформить на региональном портале госуслуг. Единовременное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья, выпускникам общеобразовательных учреждений, разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 14-летнего возраста, предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов, ежемесячная выплата за временное проживание по договорам найма лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городу Самара, предоставление выплаты семьям близнецов, поступивших в первый класс. Телеграм-канал администрации Самарского района сообщает, что глава района Роман Рыдюков провел личный прием граждан. Совместно с представителями обслуживающих организаций рассмотрели волнующие жителей проблемы. Вопросами обращения стали ремонт жилого фонда, теплоснабжение. Жители также выразили беспокойство по поводу работы вышки сотовой связи по улице Ленинградской. По каждому обращению даны разъяснения и выработаны пути решения. Все вопросы взяты на личный контроль. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok